ЕГИПЕТСКОГО ИЗГНАНИЯ ЕГИПЕТСКОГО ИЗГНАНИЯ ЕГИПЕТСКОГО ИЗГНАНИЯ 27. Невозможно выйти из египетского изгнания, прежде чем входят в это изгнание. Только тогда можно говорить, что выходят из изгнания. И об этом говорит сказание. «Мы должны знать, что изначально идолопоклонниками были наши праотцы, то есть что были в изгнании под властью идолопоклонников». И только тогда приблизил дворец праотцов. Но если не почувствовали бы себя под властью идолопоклонников, то нельзя было бы сказать, что Творец приблизил их. Только когда человек удалён от Творца, можно сказать, что Творец приблизил его. И всегда должно отсутствие чего-либо предварять обладание этим. Ведь отсутствие — это кли, а обладание — это свет, наполняющий недостаток и тьму. Это значит, что мы должны сейчас как можно больше стремиться к объединению, к радиотдаче. Насколько это возможно внутри десятки? Нет у нас сил ни на что другое, только на это. И в соответствии с этим мы должны раскрыть, насколько мы не способны, насколько мы не можем. Забываем об этом, отталкиваем это, все возможные состояния, которые противоположны объединению. И в соответствии с этим мы почувствуем, насколько мы находимся под властью нашего эгоизма, желание получать, которое не дает нам объединиться, которое не дает нам между нами сделать… создать правильную систему объединения. И тогда в соответствии с этим мы приходим к состоянию, когда мы кричим Творцу «Спаси нас! Помоги нам! Объедни нас!» Мы хотим быть соединенными. Мы не хотим, чтобы Творец раскрылся в нас, чтобы это выглядело как какое-то вознаграждение. Мы хотим, чтобы Он соединил между нами, объединил нас. Это мы просим, об этом мы молимся и кричим. Если мы придем к этому, это признак того, что мы хотим все-таки выйти из изгнания, когда разница между изгнанием и спасением — это только объединение между нами. Объединение происходит с помощью Творца, когда Творец раскрывается, и нет выбора. Он раскрывается. Это называется «Победили меня, сыновья мои, вы обязываете меня, чтобы я раскрылся в вас». Но для чего раскрываться? Ради объединения. То есть главное — это объединение между нами. Это называется прежде всего прийти к Любви к Творению, а затем к Любви к Творцу. На это мы должны быть направлены. Так давайте постараемся правильно себя направить. Это особая работа на сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова